Царю Небесную, Утешителю души истины, И жилье десы, И вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю, И в силе сябны, И отчистены от всяких скверны, И спаси, Блажа души наша. Отец наш Небесный, имя Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благословите наши занятия по Слову Твоему Святому. Помоги, Господи, чтобы все здесь сказанное Тобой легло на сердце нам, и чтобы мы могли это исполнить. И каждому человеку, который в этом мире грешному и прелюбодеянному, возвестить о Тебе, Господи и Творце, о величии Твоем, о Твоем подвиге, о любви Твоей, о воскресении. Тебе слава за все, Отец и Де Святой Дух. Аминь. Послание стиху Святого Апостола Павла, 2 глава, 9 стих. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить. Толкование. Посему достоин осуждения тот, кто разлучает жен и мужей под предлогом воздержания, и кто отделяет слуг от господ под предлогом благочестия, ибо дает много поводов к нареканию всем и открывает уста всех против веры. Что тут, читая? Как раз по 17-й год. Сразу 17-й год. Богоборческая власть. Мы не рабы, рабы не мы. Подвигом благочестия. Подвигом благочестия. Свобода, равенство, братство, кровопролитие и человекоубийство. Дьявол есть лжец и человекоубийцам надо оболгать, обольстить. Хорошие идеи, все равны. Что это у богатого столько, у бедного столько? Все братья, ну как христианство. Да. Давай у богатого отнимем, мы дадим бедным, и нам что-нибудь перепадет. Здорово. Вообще непонятно. Вот оно в чем, понимаешь? Корень-то зла и лукавство-то. И все. Бедные хотите быть богатым? Да, конечно. А что для этого нужно? Убить богатых? Давай. Я хотел еще здесь сказать. Первое, там написано, это второе под видом благочестия. А там под видом воздержания. А под видом воздержания, это в монахе, ты будешь воздержанным, ты будешь таким. Тут монахи, иди. И в монастыри канон мы приняли, два канона. Для мужчин и для женщин, чтобы под видом воздержания не оставляли жен своих. И второй канон, чтобы под видом воздержания, что уходит в монастырь, не оставляли, не бросали матерей и отцов своих старых. Потому что люди оставались одни, тогда не было ни пенсии, ничего, молодежь должна была за ними ухаживать, а все в монастыри ушли под видом воздержания тоже. Сейчас у нас все то же самое творится. Под видом воздержания, государство тратит неимоверные деньги на строительство монастырей, на обделку монастырей, мрамором и так далее. Не знаю, какие... Да, там туалеты там, ну, золотченые там и так далее. Все это... Миллиарды тратят, вот потратились, чтобы сделать вот монастырь, это вся эта Троица глава. Непонятно вообще. А монахов нету, потому что у них сейчас архиерейский собор как раз вопрос ставил. Что делать с монастырями-то? Монахов набирают, а монахов-то никто не монашит, ну, как можно назвать-то, не служит монахами, как должно. Батюшка рассказывает, в локоть приехали, там, говорит, три лежат, говорит, у всех пальцы вот тут желтые, усы желтые от дыма, все подстрижены. И все, говорит, заросшее в монастыре полностью, весь двор монастырский заросший, и они лежат. Вы что лежите? Июль месяц, сенокос там. А что нам, зачем нам это нужно? Нам ничего не надо. Но молитвенники за весь мир взорут. Еще когда Игнатий Бринчанинов сказал, что, Игнатий Бринчанинов, да, когда инспекцию сделал монастырей, из 1275 монастырей в России, это в конце, перед 20 веком, только едва лишь пять, говорит, духовные, остальные, говорит, актеры, позерство и лицедейство. Продолжим. И тут 2.10. Значит, что он повелевает господам? Продолжение. Вернее, рабам повиноваться господам, угождать, не прикословить, дальше не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога. Толкование. Видишь, что требует от рабов? То, что больше всего успокаивает господ, именно чтобы не прикословили, не крали, но были верны. Для мирских людей это больше всего желательно. Если рабы таковы, они служат во славу христианства. Ибо когда язычник увидит своего раба, так воспитанного христианством, разве он не будет удивляться учению, которое имело такую силу, что улучшило и такую душу. А насколько всегда дерзок и упрям этот рабский род, то от того, что пренебрегаемый господами худо воспитывается и не руководствуется наставлениями и обращениями с честными людьми. Посему Павел справедливо говорил в другом месте, служа как Господу, а не человеком. Ефесянам 6.7 Хотя ты служишь своему Господину, однако честь относится к Богу, потому что и расположение к Господину имеет начало в том страхе. Ну а тут читаю сразу колхозы. Когда колхозы, все вокруг колхозное, все вокруг мое. И тащили, и тащили. Что с работы идет, все крали господство. Сейчас еще мы видим, заводы разворованы, фабрики разворованы. Не, 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 ничего уже. Раньше в потоке я жил, так у нас поток весь в моде. На горе только, чтобы там свежий воздух был. А весь поток весь в моде. А сейчас уже... А вот читали бы Слово Божие, не крали бы, и видишь бы, и все бы дальше было. Это невозможно было, потому что разрушили основу основ. Это частную собственность. Вера в Бога, семья и частная собственность. И все это было разрушено. С семьей вообще хотели все перековеркать. Там женщины по талонам там, мужики к ним заходят. Дети общие. Троцкий хотел такое все. Господь просто убрал такого мыслителя. Кавычка. И ложь, она просто... Деваться было людям некуда. Они начали воровать. Их к этому подтолкнули вот эти вот самые пособники сатаны, которые лжатся, человек-убийца. Все через ложь началось, через смерть. Через ложь началось, смертью закончилась. Все. Как сатана вел себя все время по отношению к человеку и к Богу. К Богу и к человеку. Так оно все и продолжается поныне. А теперь нужно только одно. Всем обратиться к Богу. Не лицемерно, как у нас сейчас это все. Архиерейский собор собрали и так далее. И вопросы ставят такие, которые совершенно не надо ставить. Ну, можно и поставить их, но только потом. Главный вопрос. Почему люди не веруют? Вот вопрос. Или так. Вопрос поставить. Правильно ли наш патриарх думает, что 70% населения в России православные? Вы поставили бы этот вопрос. И разобрали его. Комиссию там запустили. Как это было перед 17-м годом. Уже в 11-м году Сергий Строгородский, будущий патриарх, который предал церковь православную, патриарха Тихона, ему дали задание, он был петроградский, митрополит, дали задание, чтобы он по всем церквам России провел инспекцию на предмет понимания церковно-славянского богослужения. Богослужение, оно было на церковно-славянском языке. На предмет понимания людьми. И в 17-м году он делает доклад. И по этому докладу выходит, что никто ничего не знает. Это Сергий Строгородский, тот, которого мы сейчас, ну, как бы стараемся, чтобы все увидели его черноту. А он-то, оказывается, занимался благим делом. И что? Проголосовали за что? Он выбил, этот Сергий Строгородский, для нас то, что мы сейчас с вами читаем на русском языке. Читаем библейское все. Потому что там четвертым определением собора было такое, что общины, которые желают слышать на русском, на понятном языке, на русском, пускай пользуются синодальным переводом Библии, только с согласием архиерея, священника и церковного приходского собора, ну, совета. То есть у нас так и получилось. То есть епископ был не против, батюшка за, и все, конечно, братья, сестры, совет за. И все, и вот мы сейчас слушаем на русском языке. Благодаря вот такой инспекции. Вот как тщательно нужно все разбирать. А не так, что что-то там огульно. Вот каждый мой вопрос подошли к нему, к сектантам, католикам. И тогда бы ни на патриарха никаких нападок не было, ничего. Все бы все понимали. А так никто ничего не понимает, слухами пользуются. Вот, 666, антихрист. Биометрический паспорт, биометрический паспорт. Думаю, ну что там такое? Получил позавчера я паспорт этот заграничный. Думаю, ну все, к антихристу приравнялся. Дают мне этот паспорт. Он чем отличается от которого у меня был в 91-м году? Только единственное, что страничка ламинирована и все. Больше ничего нету. Такие же циферки стоят. Всякие там крючочки, рисунки, все. Как можно по этому определять? Еще не посмотрев даже толкования святых мужей. А уже все знают. А когда спрашиваешь, а как зовут его? Кого? Ну ты про антихриста говоришь, антихрист же уже у тебя. Да, уже антихрист здесь. Как зовут его? Ты что? Он же антихрист. Ты толкование хоть раз читал? Никто ничего не читал, оказывается. Не читали даже толкование. А там написано, что имя должно быть у антихриста. Имя будет, имя. Он будет человек, и его будут звать как-то. И одно из имен. Александр. Потому что, если брать греческие цифры, то каждая буква, там еврейская, греческая алфавита, составляет, и цирконославянский тоже, составляет какую-то цифру, букву каждая. И по цифрам Александр выходит 666. Это одно из имен. А там еще есть, ну всего, я не помню сколько, 14 что ли имен всего, ну как набрали, которые могут быть. Вот состав 666. И ждем. Когда его назовут, никто не называет. Титул 2.11. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Толкование. Так как апостол много великого потребовал от рабов, разумея именно то, чтобы они украшали учение Господа своей добрительной жизнью, то теперь показывает, почему справедливо он требует от них таких высоких качеств. Ибо и для них так же явилась благодать, хотя они рабы. Для всех человеков им даровал Господь очищение многих грехов, и они должны жить прочее время во славу своего благодетеля. Да, конечно, благодетели, то есть их господа, видя их богобоязненное житие, они вольно-невольно будут задавать вопросы, кто их научил так не красть, не прикословить, не бунтовать. И будут прославлять Бога, конечно. Святой Серапион, житие. Холодно, он под кустом где-то прижался, сидит, что-то держит. Кто-то подошел, и кто тебя так обокрал? Пол Евангелия открыл, а оно меня обокрало. То есть все отдал кому-то. Вот пример. Нас к этому Бог не призывает, но, однако, вспомним Филарета Милостивого. Он не считал этой копейки. Пашет, человек пришел и говорит, пахать у меня нечем. Он говорит, ну бери бы-ка. Сам пашет, кто-то пахал бы огород, а я пришел бы, сказал, пахать нечем, вот ты садись на трактор, все себе бросил бы. Я мне не дал. Я заранее говорю, что бы я ему давал-то, когда свой огород не паханый. А он отдал. Отдал главное. Говорит, возьмите Ленка. В другой раз пришли, ребятишек много, молока нет. Он говорит, ну возьмите Ленка, вот он вырастет, коровой будет. Он взял, только повел, корову замущал, он говорит, она ревет. Зачем это? Бери с коровой тогда уж. И что было в доме? Все раздал. Ничего нету. Пришел, а есть-то нечего. Добрый день. А они обедать сидят. Ну не как хоть отца, как странника примите. Как отца-то. Ну что, жена стала прятать, но невозможно, дети растут, и ничего нету. Сегодня такой муж-то, окажись, в дурдом упекут. Сразу, даже гадать не надо. Как из дома все тащат. И отдает каким-то прощелыгам, там, бомжам. Но тогда люди были не такие, а папа дали в нужду. Пьяницам не написано. Там написано, не подавай ему, чтобы он работал. Ну вот так. А тут у царя повеление вышло. Как у одного царя, там, остинь была такая. Своенравная женушка-то. А еще я пойду к царю. Он пьяный напился, гости пьяные. Мою красоту смотреть будут. И пошла. И он сидит, как в фильме показывает. И что теперь делать? А Мимуханову говорит. А князья смотрят. Теперь они дома расскажут женам, что так сердце, жена не слушает. И книги не слушать не будут. А крестьяне увидят. И у крестьян не будут. И развалится государство. Ну и что? Отстранею, вышли из дворца. Все закончилось. Ну а как я? По всему миру поискать. Приведут, кому понравится. Тебе какие нравятся? какая? Чтобы она была, видно, и спереди, и сзади. Все описал. Но они пошли. И вот тут они это и поймали одну. Вы знаете, как ее звать было? Кого она любится? Мария. Ну, как? Мария. Нет. Нет. Гадасфиль. Что-то и оно. Гадасфиль. Вот еврейские жены, как говорит, умеет так. У Путина была жена еврейка, у Медведева еврейка сейчас разоблачают. Ну, мы это не знаем. У Молотова еврейка была, жемчужникова. Подряд все. То есть, они умеют устроиться. Вот как Жаклин Кеннеди говорит, она еще в студенчестве, познакомилась с женом, танцевала. Я, говорит, поняла, у него, говорит, страшное будущее. То есть, настолько он перспективный парень был, я сразу вышел за него. Вот как. Надо увидеть. Вот масоны подбирают к себе людей на студенческой скамье, видят. Не только пятерки, а он в суть дела вникает. А пятерка, это, ну, хорошая память. Лизаблюд получит ее. И вот из них ставят, тогда управлять нами миром. Я говорю, вот здесь, в Алтайском крае, есть законодательное собрание, краевое. И там председатель законодательное собрание, Иван Иванович Лоор. Я его хорошо знаю, мы съездили, на машине ездили, потеряю, пусть с ним. Он говорит, я говорю, и как? Что заканчиваешь? Да вот, академию. А после этого еще учился, а сейчас, а сейчас в Москве учусь. Институты экономики новые открыли, и право. Я говорю, нельзя заочно, нет, говорит. Он такое рассказывает, и в одном учебнике нет. И вы можете руководить сельским хозяйством? Ну, такой простой мужик-то. А я подкатываю с ним. Скажите, а вот в Таиланд послали бы вас, министром сельского хозяйства. Вы пошли бы? Да нет. Я же не знаю, там какие растут фрукты-то. Я говорю, значит, не мог ли, что рабочими в Таиланде, простыми крестьянами, ты не можешь руководить? Нет. А руководить всем миром. Да кто может? Я говорю, в Стокгольме институт управления миром, называется институт, управления миром. А что это такое? Ну, вот это оно. Вот я сегодня рассказывал про еврейского мальчика, как он сидит, что, и деда ему еще, он дал ему там пачку наследственных ассигнаций. У нас когда дадут это? Что будет? Как пишет этот Лесков, мальчишка, маленький небес, а ему дали задание, 4 года, он по двору бегает, пушинки собирает. Ух-то, летит где-то, а потом обдерет, подушка будет. Он еще маленький в школе, а ему счет открывают в банке, и теперь где он железо сдат, что-то, а у нас он сразу его прокурит, или пропьет, или проживет. Мы другие, русскую душу, говорит, не понять, как Тючев писал, а ее и понимать не надо. Ему только жесткая рука нужна. Там при Тиранах, при Петре Первом, Иван Грозов, Сталина, тут он тогда ходит, делает, как Шамиль говорил, такой у меня народ, эти горцы, пока, говорит, шашка не сверкнет над головой, которая головой 4 тут срубила, он не починится, а теперь ходит под рукой. Нам что нужно? И мы должны во все это вникать и притягивать к себе. Самое лучшее, это упование на Бога. Дай познать волю твою. Молитва, Павел говорит, дабы познавали волю, а этого нет. Я самое простенькое, кому говорю, и всегда удивляюсь, ну, можем было до этого тогда думать это. Вот ко мне приходят иногда люди, а я в окно сижу, у меня наружка наблюдения, я вижу, он машина поставила, идет уже, я вижу, по до грани, я тогда все убираю и стою около двери, застучится. Я стою, еще раз стучится. Я кричу, открывай дверь, стоит. То есть она не знает, как тогда она зайдет, когда, я говорю, вот это вот называется дверь, вот это косяки, вот это ручки, за нее надо тянуть, когда ты пришла. Почему ты не тянешь? Так она всегда закрыта была. Всегда, да не всегда. Вот она сейчас открытая. Он сам охотник, повесил ружье, и дети балуются, снимают иногда ружье, и стрелятся друг к другу, он даже внимание не обратяет. Нет, ну, а однажды он торопился, не успел, патрон вытащить и оставил. И пацаненок, пацаненка застрелил, прямо дома. Так оно всегда было пустое. Даже карамысло стреляет. Если, говорит, ружье висит на стене, в начале пьеса, оно в конце все равно выстрелит. Чеховская. Так и здесь. Вы маленько смотрите, какие вариации есть. Никаких вариантов нет. Сгреб его сразу. Вот я посмотрел фильм один, могу посоветовать даже. Называется «Звездочки на земле». «Звездочки на земле». Индийский фильм, 2 часа 40 минут. Про ребенка, который не то, что там неадекватный, а дурак дураком. И у нее, наконец, какой ребенок получается первое место завоевывать, рисовать. Посмотрите, «Звездочки на земле». Запиши. «Звездочки на земле». По-русски заряди в Ютубе. Время не имею, но я досмотрел. За один день, за три приема там и до конца. Сколько умного там есть. И даже не верится, что... Я не люди-то индийцы. Обычно я видел такие, как там, ну, радживы все эти. А здесь нет. Какие-то как русские люди-то прям. Если не сказать название, то русские-русские. Вот так. Каждому надо найти. Учителя пока одного не прислали, он обстановку изменил. Родители от него уже отказались. А то учитель один. И он зашел клоун клоуном. Давай по партам прыгать, ребятишек завел когда-то. А потом начал уже говорить. Я вначале думаю, а что он этим покажет? А чем он кончит-то? Оказывается, их... Ну, как этот степлером, так... Галстук так себе. Слышали рассказ о том? Класс. Десятый класс. Невыносимый. Учителя не знают, что делать-то. И наконец-то им пришел один человек и говорит, я спецназ американский-то. Ну, ранение, позвоночник, сейчас, говорит, я в гипсии хожу. Долго ходить. Я учитель, говорит, ну у вас есть свободное место? Да есть, говорит, один тут отхожий класс. Никто не может поправиться. Ну меня пошлите туда. Да они вас высмеют сразу. Ну, посмотрим. И он зашел. Добрый день! Смотрит на него. Так, ребята, чтоб дисциплина в классе была. А они-то думают, ха-ха-ха, дисциплина. Они с девками обнимаются, что... И в это время ветер форточку открыл, просто распахнулся. А у него галстук вот так в сторону. Еще чего. Степлер взял, бац, и приколол, бля, скрепками-то. А у него там деревянный этот корсет. Они глаза вылупили. Вот это да, и замолкли. Так, ребята, с чего мы начали? С дисциплины. С класса поставил на ноги, с ушей. А может ли так? Может. Я скажу, может. И вот этот фильм показывает. Один. Учитель его не поддержит. А другой так не отвечает. Пацан, и рука начинает по хостяшкам лупить его в линейке. Рукою другое. Ну, пацан вообще не знает. Редкая болезнь. У него перед глазами буквы скачут. Он не может прочитать. И он его разгадал. Этот ключ нашел к нему. Так отец стоял и плакал. Потом вот сильно отвергся. А другой, отличник везде. А отличник теперь уже сзади оказался. Так и здесь. Православие самое, кажется, неугодное. Там и совсем запутались. И сразу раз, я куда-то пойду в секту. А вот этого-то делать не надо. Ты ушел еще хуже. Яму нашел. Еще. А ты здесь начинает трудиться. Тут ничего нельзя сделать. У нас по иконам не шарится нигде. Она лежит. Один раз прислонились, и все. А можно сделать, чтобы деньги не собирали? Можно. У нас не собирают. Как? Ну, а свечки же ходят, толкаются, ставят. Не ставят. Ну, как так? Ну, так нету у нас. 20 лет нету. Нету? Так 20 лет мы только здесь находимся. Ты еще к этому прибавляй, где мы по другим домам были. Люди говорят, что сегодня ничего нельзя сделать. У меня ответ такой, а ничего не начинали делать. Начинай. С Божьей помощью, и, глядишь, получится. Только сейчас я пошел, и новые сведения бросили. Кто, и на ней надо. Говорят, и на ней надо. Последняя стадия. Дальше ничего нету. То есть, это уже ты принял тихость, а тебя только зашивали в ад. То есть, человек полностью сходит с ума. Он не понимает ни Писания, это Бог все вот так вот сметает у него из мозгов. Почему? Потому что он ложь. Духа лжи допустил. И этот дух лжи, самое лживое везде, разыскивает и им показывает. Услышал один раз? Сиди и молись, Господи, только бы не солгать. Веди. Титул 2.11. Но явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. 12 стих. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Толкование. И здесь пристыжает их, имея, говорит, учителям Бога, разве вы не должны жить достойно Его? Благодать это, говорит, простирается не на отпущение только прежних грехов, но обеспечивает нас и на будущее время. Научает, чтобы мы жили прочее время целомудренно, так как прежде совершенно отказались от нечестия и мирских похоти. Выражением отвергнув он означает полное отвращение, проистекающее от настроения всей души. Нечестье называет идолопоклонство и извращенные догматы. Мирскими похотями, корыстолюбие, роскошь и прочие пороки, которые не приводят к небу, но полезны в этом мире и вместе с ним прекращаются. Посему Христос пришел для того, чтобы мы оказались от нечестивых учений и грешной жизни с одинаковой силой возненавидев то и другое. Целомудренно означает не только воздержание от блуда, но и от прочих страстей. Если ты любостяжателен, но нецеломудрен, напротив, еще более не воздержан, поскольку страсть эта неприродная. Вообще побеждаемый всеми страстями нецеломудрен. Этот век представляет борьбу о будущей воздаяние. нецеломудрен. Какую страсть в себе человек почти ни один не может усмирить? Ни старый, ни молодой, ни совсем маленький? Какую? Вот такая есть страсть, которая все рушит у него, не позволяет истинных друзей. осуждение, нет? Осуждение? Осуждение? А как осуждение? А что узнать, осуждает? Ну как узнать? Ну как, он может говорить правду. А язык укротить никто не может и человек Пьяков говорит. Язык не может никто укротить. Да как так? Ну вот узнаешь. Вот бывает человек молчит, но только сказали, где-то его чуть-чуть задели, он это не так было. Я знаю этих людей абсолютно не поддаются исправлению. Сразу свирепость какая-то. А почему? Дух лжи. Он обманул тебя. Все, христианин, а там может ничего и нет. Сказали слово? Сколько тебе надо? Мне пришлось однажды три месяца ни одного слова не сказал. Махнул рукой пошел. Три месяца день и ночь под наблюдением. И так все считали глухонемой. вот тут пару слов только сказал. Я человеку придет комиссия одна, я комиссии говорю, а вот это вот, вот это сделал такой-то. А человек тут рядом, а что, я меньше делал, что ли? Да про тебя сейчас речи нет, зачем ты вылез? Ну я тоже делал тут. Пристал к комиссии, плетется сзади и кричит, оборачивается, я уже ничего не говорю, я знаю, дальше еще больше будет. Даже косвенно почувствовал, что его не похвалили, и его труд как-то не оценили, а там просто идут, они просто мимо идут и говорят, ой, как у вас хорошо в огороде, такая чистота. русская рука, все, кверх ногами пошло. Ты далеко можешь определить себя, можешь молчать, особенно когда что-то не так, раззадорили, и знаешь, что слово твое сейчас в Еве, оно не даст ничего. Уметь молчать. А я много Библии читаю, не в чтении дело, да не отходит книга от уст твоих, не от глаз. Просто не отходит от уст твоих. А тут глазами ты смотришь. Я от корки до корки на магнитофон два раза магнитофон, а потом вернуться когда на компьютер. теперь я выставляю сейчас ролики. Нашелся человек, который делает аудио, видео переводит, чтобы можно было поставить файл этот. Уже 80 файлов он переделал мне. Незнакомые, ни разу не встречались. Мало того, даже златоуста можно сделать более чистое. Даже не верил, действительно насчищен. Я говорю, я уже ставлю эти. Нет, надо делать лучше. Серьезно так. Язык никто не может укротить. А он ругает, он говорит неправду, а он лжет, он правду не знает, я хочу выправить. вот этого делать и не надо. Доверься Богу. В Библии считаешь счастлив, ты, Надя, запомни один стих и вникни в него. Вот я себя сею, душой твоей благоговей перед Господом и уважай священников Его. Стихтант просчитает, а у них священников нету. Нету. Нету, а они самозванцы. И весь сказ, мне уважать его не за чем. Это внуки Дафана, Верона и Коре. А вот мы в раю с вами когда окажемся, вы тогда что будете говорить? Главное, человек живет благочестивым. Да он не благочестивый. Еретик не может быть благочестивым. Он очепенец. Ну, считайте пряно Крафагенского. Это каждый день приходится доказывать. Но смирись. Почему у вас священства нет? А при чем тут мы все священники Бога Всевышнего? Правильно. Книга Исход 19 глава 6 стих. Господь священством. А львиное колено это само собой одно с другими. Не надо путать. Они не понимают этого. Вот беседуешь когда я говорю скажите Бог где пребывают? И сразу разъехались. Ну где он бывает? Ну где он? Отче наш сущий где? На небесах. Значит так первое на небесах. Второе где Бог бывает? С окрушенным и смиренным сердцем. Второе только три места. Третий какой? Ни один сектант мне еще не ответил. Я говорю открывай книга пророка Исаия 57 глава 15 стих открывай там написано и в освятилище в освятилище а у вас где в освятилище ну мы храм Бога живого там уже сказали в сердце человек с окрушенным сердцем это и есть храм Бога живого тут написано в освятилище в храме Соломон сделал много того чего Бог не повелевал делать представь себе сделал быков 12 они туда задом на них море медное вылить как они делали тогда все это а головами сюда 12 зачем они здесь в храме не делай никакого изображения что на земле не делай выкота на земле виноградной кисти на земле он сделал убил гранатовые яблоки на земле мало того львов а лев вообще не чистая хищная животная ну вот это натворил Соломон так подожди и когда молились слава несравненного Бога в виде облака наполнила храм и священники люди отличные не могли стоять они выше надеются принял Бог или не принял принял он не сказал Бог убери львов а потом я приму он говорит дом мой а дома молитвы наречется а вы и не сказал зачем икона в храме вертепом разбойником сделали торгуетесь покупаете и продаете души человеческие ты понял нет у вас святилище а у вас где на святилище значит нет а раз нет рушится весь треугольник пророк видел это по повелению Божию делал по устроению какой был на небе хотя на небе храма нету сам Господь есть храм ну показано ты один раз это услышал сказал а почему не отвечаете когда ругаются а зачем все сказано ну хоть комментарий дал я вообще не даю комментариев никогда а он ругается ну безобраз значит я его выкину предупредил сейчас только одного выкинул я сказал в день нечаще одного заходи чтобы какие-то там оставлять а он непрерывно там лепит ересь всякую предупредил нет черный список он больше не зайдет не напишет и молча и когда запечатал больше он не придет он может новый канал открывать по другим именем ну то есть сатана вот вот считай много не надо памят сказали говорит хочешь видеть дни благи ну да а там написано удержись язык свой от зла и уста от лукавых речей язык от зла и уста от лукавых речей не могу даже вместить все я пошел через три месяца в прошлое ты на занятия не хочешь ни по скайпу никак он же тебя и счету не освоил а то я много считаю если ты считаешь много ты должен на каждый случай жизни знать место что бог говорит писание какое а ты не можешь сказать а ты вникай в это напиши на бумажке повтори несколько раз где написано запомни и ты скажешь а вот это относится к тому-то событию а это вот ко мне а это а у тебя нету соединения с жизнью это дым ты в дыму находишься а теперь другому передай да не отходит книга сия от уст твоих слышно передай другому дабы в точности исполнить если в точности Иисус 1.8 то конечно в точности надо исполнять и новый завет 15 главу Евангелия от Иоанна надо в точности исполнять а сегодня точности никакой нету никакой каноны попрано а кто священники убийцы Иоанн Затоус называет не я не я а можно как-то поправить ну не знаю вот Нина у нас Жолнирова ее выгнали из храма она стоит на улице валенки промерзают зимой протаивает только за то что она там не говорит не учит никого приехала домой там ее родина но они на этом не остановились нынче летом приезжают теперь ее из ограды выталкивают чтобы ты в ограде не стояла это православное село Клочки Ребрихинского района Алтайского края мы говорили а почему так а потому что Ребриху отдали новому когда разбили по епархиям новому отдали епископу там славгородскому которому все а тот только приехал с первой минуты нас не знает объявил войну нам священники которые к нам приезжали на день деревни там на престольный праздник он сразу всех предупредил чтобы никто не ездил это священники я своих слов передаю и все и ничего нельзя сделать почему с Украины там работал он приехал Майдан устраивать тут а этот-то епископ митрополит над ним власть-то такое не имеет он просто обязан наблюдать митрополия но не означает что он вышел он тоже епископ и все мы ему говорили показывали насчет Нины Нину-то хотя бы но Нина она должна с кем-то из них переговорить он ее уничижал он ее гнобил сколько лет она зиму-лето стоит а теперь заходи да нет принародно били хотите тайно выйти Павел говорит нет 16 глава День Апостолов пусть мы идут принародно что били что мы невиновны не надо этого бояться не надо ааа да вам нужно там пиариться насчет их говорить я вам сказал писанием а ты слово назначение слова даже не знаешь грамотный мы библию должны применить на каждом месте вот одно слово я от него никуда уже да сказать да это да я от него не отступлю нет значит нет ни под каким видом не могу признать сектантов с церковью ни под каким видом нет им там нет места так они такие хорошие проповедуют вне церкви нет спасения вон она книга так и называется нет Илариона Троицкого вне церкви нет спасения поехали цитут 2.13 ожидая божественного упования явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа толкованием вот и награда второе пришествие поистине блаженное прекрасно сказал славы о двух явлениях он говорит первое как и выше сказано имело благодать и прощение второе совершилось с милосердием и простотой второе так первое еще раз первое как и выше сказано имело благодать и прощение которое совершилось с милосердием и простотой второе воздаяние имеющее открыться со славой как и в Евангелии говорится Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей?» Матфея 25, 31. «Где те, которые унижают Сына и не хотят называть Его Богом? Пусть они выслушают, что Он и Бог, и Велик. Велик сказано как Бог, не по сравнению с другим, чем-то малым, а безусловно, так как Велик сам по себе, по природе. Если Он спас нас, когда мы были врагами, то чего Он не даст тогда, когда найдет нас благоугождающими Ему? Институт 2, 14. «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам толкования». «И это знак Его могущества, что Он дал Себя, и не так, чтобы от одного беззакония избавить, а от другого нет, но от всякого беззакония. Почтим же свое избавление очистить купелью божественного крещения и исполнением Его божественных и очистительных заповедей. Особенный, то есть свой, это выражение метафорически взято от слуг, вращающихся около имущества и доставляя и достояния Господина Своего, подобно тому, как называют человека избранного, выделенного, не имеющего ничего общего с прочими людьми. То есть народ с жаром стремящийся к добродетели, показывающий ревность ко всем добрым делам и пламенное подражание, избавление – дело Его одного. Быть же ревнителем в делах, так же и наше». Чего молчите? Это непонятно, я считаю. Вы не думайте, о чем он считает-то? Ревностный к добрым делам. Ну покажи, как ты ревностный к добрым делам. Давай, Радиса Николаевна, рассказывай, как ты ревностный к добрым делам, в чем она проявилась. «Ну как, я не знаю, как проявилась. Я ни с кем не искал. Не знаешь, Дашь и говорите, раз не знаешь. Уже ответила, не знаешь. Так, Галина, отвечай, как ты ревностный к добрым делам в течение недели была? Что, кошек много накормила? Да нет. Нет. Все, ну дальше давай, Валентинушка. Неделя прошла. Как ты была в течение недели ревностной? Каким добрым делам? Ну учи, передай опыт. Так, за подсказку. Двойка. А то завтра с родителями придешь на урок. Ну я же в гостях. Дома там ревностная. Ревностная. Ревностная к добрым делам. Готовы и дома. Я еще не пошел, сейчас это там, ну переписывался в интернете. Гляжу Третьяков уже в сети. Уже в сети. Уже до дома доехал, уже зашел. Я говорю, останься. Да вот знаете, это нет. Значит, привыкли сейчас прятаться или за больную жену. А у меня больная. Где Оля Соклакова? Только за мать. Мама больная. Да она один раз была полностью исключена. Потом давай ходатайся за нее. Тут Марина. Все тут. Приняли. Ничего толку нету. И она такая спокойная. Я тут как-то сказал, оставь. Она как, зъярилась на меня, я думаю, ударит. Возь, вот, это ужасно. Она здоровый ростом, она бы меня подмяла. Я говорю, ты что разошлась-то? Ты внутри здесь что-то, только что выходи. Я тебе сказал, останься, она не умрет. Ты, когда не на работу, то уходишь. Ну, лишней батюшки еще нет. Еще служба не кончилась. Она 45 минут служба-то без батюшки-то. Не под каким видом. Такая свирепая стала, прям как сарообрядка. Ну? Она знает, за что свирепеть. Доброе ли дело, не дело быть, собираться исследовать Слово Божие. Скажи, трудно или? Да там еще свирепея. Мама, просто, я вам объяснял, вы опять забыли. Ну, да, да. Или не хотите знать просто. Ну, да, хочу. Хотите? Хочу знать. Ну, мы с мамой ее съездили, познакомьтесь и все. А, я хотел, не подопустили. Она, 15 минут ее нету. Вот она и говорит, во столько-то ты придешь. Она говорит, во сколько придешь? Приду, во столько, по минутам. 15 минут нету, она уже звонит всем, кому можно. Ну, первой Марине, конечно. Всем звонит. Где? Она потерялась. Она потерялась. Все, потерялась. Ну, пускай, зачем с ней сидеть-то с такой человеком? Пусть сидит она. Кто? Мать-то. Ну, мать, ну, Даша, еще она будет. Да, мать у нее вообще не сидит. Она жмем лежит. Ну, и Даша еще лежит. И не пришла она где сейчас позже. Еще Даша. Трифон. Ну, она будет звонить везде. Она сюда позвонит ей. Ну, пускай звонит. Ну, за это время ты выехал, послан немало здесь. Ну, а потом дальше она домой-то приедет. Ну, еще дальше. И мать будет ей выговаривать, вот как вы. Ну, хорошо, выговариваете. Ничего не было такого. Начинают уже от тебя, ну, к нокать по полной программе. Ну, хорошо. Что интересно? Ну, договорились. Я с матери, как один раз? Постоянно. Постоянно. Мать такая. Вот моя, она не меняется. Я звонил. Сейчас приедем, она по пять что-то меня будет. И постоянно будет мне к нокать. Я разговаривал с мамой по телефону. А я что, не терплю? Я что, убил или что? С мамой по телефону говорил. Что не понял, что я терплю. Просился навестить. И под каким видом Ольга не разрешается. Так меня уже в третий раз приезжает. Так вот, мама вообще ее подруга детства. Они вместе в одном дворе росли до юношества. И Ольга ее не подпускает к матери. Да и что это означает? Да кто знает, что это означает? Это что, рожденные свыше? Волки? Не знаю. Говорю, Надя, когда... Ну, вот Оля учится, Оля работает и все. Я говорю, Надя, ну я тоже все на месте приехал. Брошу, вот здесь сидел они матери. Им это очень интересно, иметь вот такую закрышку. Ну, она сказала, ну, как я... Ну, давай я приеду на ночь. Татьяна у нас больше всех ходит по больным. Когда была у нее последний раз? У Олины мамы, Соклаковой. А я просилась, не пустили. У нее времени нет. Просилась, не пустили. Ну, вот и все. Такого нигде нет в Писании, чтобы такое достоинство иметь, чтобы больному не пропускать. Наоборот, все придите, навестите. У меня больная жена, так сказать, что пойдете домой, к Надежде Васильевне зайдите, навестите ее. Навестите. Навестите. Сережа, смотри, тянет. Илья Тихонович, а мы вот сколько раз уже, я, например, один раз ходила. Потом с Аллой мы хотели идти к Валентине Дмитриевне, которая из Рудцовки, и к Валентине Ильиничне, которая наша, из нашей мошки. Мы хотели познакомиться. Мне так, батюшка нам всегда так о них рассказывал. И мы с Аллой собрались, приготовили там все, там, понести им угощение. А наша, Любовь Николаевна, нам что говорит? Нет, я вас не пущу. Нечего их там тревожить, нечего им к ним ходить. А что это такое? Валентина Барышникова обращалась. Она как-то тоже с Валентиной Дмитриевной. Там тоже не пускает. Я пришла, я пришла к ним. Уже принесла им что-то, думаю, ну, сейчас запустят. Купила, зашла там еще апельсинчиков. Она выходит на ней, на первый этаж. Внизу говорит, жди меня у порога. Я думаю, я ей говорю, ну, пойдем. Она говорит, нет, передай, что надо, и иди. Вообще это что-то такое. Так, это можно сломать, это запор сегодня же. Меня возьмите с собой. Ага, вот возьмите. Меня возьмите с собой, только на машине, чтобы потом не долго идти. Знаете, Тихоныч, мы ходили точно так же к этой самой Чернявской. Когда бы она, Любовь Николаевна, она нас не пускала. Или что-то скажет нам, или дети, или намордники нам даст. И мы пошли. Когда вот четыре года с половиной, мы ходили без сед, без нормально. И лежала она с половиной, и мы ухаживали. Хорошо, а почему ты молчала об этом, когда она была здесь? Ее сейчас нет, и мы обсуждать начинаем. Как это нет? Ну, ты бы сказала, что я первый раз знаю, что вы пошли, Алла, не пустили. Ну, вы не слышали, а мы при людях сказали, на собрании. Не слышал? Слышите, Тихоныч. Еще раз говорю, другого средства нет. Меня возьмите с собой. Можно. Когда только приехала Валентина, мы пошли тогда с кем мы, с Александрой Михайловной. Нас безо слов, безо всяких. Мы пришли, посидели, Валентина Дмитриевна песни попела, все. И после этого раза дверь закрылась. Больше никого не пускает. Не пускает она. А почему? Чем объясняет? Не надо их расстраивать. Да нет, Любовь Николаевна капитан милиции. Она сколько лет в милиции работала? Это врач. Это ее слова. У нее дипломы красные все. Нет, есть. Ну и что, Игнать Тихонович, а сестры что, преступницы что ли? Мы же идем к своей же сестре. Валентина Ленична сколько с нами была, молилась. Я говорю. Что за юродство какое-то не пускает она? Галь, он за тебя. Вообще, какой-то без права не пускать. Любовь Николаевна, это не какая-то женщина, которая заканчивает университет с красным дипломом. Та тише вы. Она у меня была в лагере. Он сейчас расскажет. У меня что замечали? Где бы мы отдельно не собирались, только дверь открыл ее по лбу, она дверями подслушивает. У дверей. Я говорю, ты что делаешь? Зачем ты под дверями стоишь? Я дверь открываю, дверь в полбу ей. Раз, а другой. Это по сторонам, я сушу больше не видел. Нам надо выходить. Все вышли, молчит. А там где женщина раздевается, одна копается. Так, а ну-ка быстро выходи, еще больше я тебя въявил. Одна нигде не оставайся. У нас Люба Яговитина. А что я воровка? Я говорю, я три раза сказал, ты говоришь, а что я воровка? Ну, значит, воровка, раз тебе надо одной оставаться, где все сумки лежат. Зачем бы ты оставалась? Никто не остается. И Любовь Николаевна моя сразу встала. Да нет, я ничего. У нас сразу отношения с ней хорошие установились. Она прекрасная женщина. Она врач. Я говорю, смотри за ребятишками. Я пришел, как-то часа через два гляжу, в мой лагерь, не мой. Как будто десантники какие-то спустились в камуфляже. Всех зеленкой вымазал. Я комару кусил, она крестиками. Я прихожу, дети, я лагерь не могу узнать. Весь зеленый. Как поповские ворота. Ну что? Я говорю, сейчас смыть, и чтоб близко мне выходило к детям больше. Спрячь эту мерзость. Комар, да комар, он полезен. Во-первых, еда гальяном, от него, там, это, яйца, малькита. А второе, что он разжижает кровь. Тромба не будет никогда. Где много комаров, тромбоз никогда не грозит. Он укусил, и сразу туда такие антикогулянты впускает. Я не так, может, называю. Ох, сказочники, Господи, помилуй. У нас тогда вся Сибирь тут была без тромбозов. Так, ну что, поехали. Стоять его, Игнатий Игоревич. Слышишь, Игнатий, от него не взлезешь к ней? Любовь Николаевна. Ну где она там ухаживает? Ну, могу отвезти. А Валентина-то Дмитриевна, я скажу, что она... Хоть бы посмотреть. Я сейчас говорю, ты мой голос слышала? Посередке врезаешься. Извините. Так правильно можно делать, что не пускают? Спасибо, Христос. Правильно. Нас правильно. Ну, слушай внимательно. Эти люди были подпольщики ИПХ, истинно-православные христиане. Они ни паспортов не имели этого, и никто и не знал, а они уже отказались от всего. Совершенно. Сажались что-то в огородах и прочее. Она просто красавица была. Я думаю, у нее и по старости сохранилось это в стате. Это обязательно как-то сохраняется. И у них был Фомин Николай, как она говорила, Фоменко ли. И среди них была Валя, вот эта, Барышникова. И Валина сестра. И КГБ застукало подпольщиков-то. Но эту Валину сестру, я сейчас не могу назвать ее, как правильно, Лена была или... У Барышникова сестра, которая погибла. КГБ ее взяла и нажала. И она их всех выдала. И Николая это выдала. Валя-то была. Их 32 человека было. Я ими занимался, и они все из подполья вышли, получили паспорта. Тогда были хорошие паспорта, еще зеленые, как теперь говорят. Они еще не сатанинские, не красные были. И они уже там принимали монашество. Я их повел тогда к настоятелю. Здесь Майтовичу, отцу Николаю Павловичу. А потом к епископу Гедеону Докукину. Архиепископ уже был. И он утвердил их в звании, какое было там. Схи монахини, значит, Схи. Ничего с них не снял. Одна из них, Раиса Владимира Шишкина, потом стала здесь настоятельственной монастыря. Она стала, потом кажется, Ксенией. Уже сейчас отошла. Вот кто они такие. Это настолько было удивительно, что ко мне приехали на работу из КГБ и Беденко Александр Семенович. И говорит, вот мы там рассуждали. Нигде такого нет, что их упертые, упертые просто. Чтобы вышли, и дети пошли в школу. Представьте себе, это нормальными гражданами. И в церкви. Давайте мы вас забросим туда, где абаза. В Краснодарский край, там, может, старобрясов много-то. Мне КГБ говорит, подвезем, снабним. Вы свое дело делаете, вас никто мешать не будет. Я говорю, что до первого поворота, а там меня сбросите. Не поеду. Да вы за кого нас считаете? А какой? Вы НДР убили, а меня убьете. Ну все, посмеялись. Я ее знаю. Она приятная женщина. Так, сейчас закончим и отвезешь, брат? Мы тебя передом пошлем. Да вы заходите сами, я не претендую. Но все равно заходите, ты увидишь женщину. Маркетанова. Почему она называется Маркетанова? Маркетане... Маркетане были такие. А кто знает, что такое Маркетана? Поднимите руку. Это очень важная была специальность. Так, Маркетан. Вот у нас Маркетан, Барабаш Игорь. Главный Маркетан. Да, это похож, да. Ну и отчасти Андрей Устинов. А? Маркетане. Маркетане. Маркетан, когда знали. Они шли впереди армии или позади армии, или вместе с армией. Они везде нужны. Мирное время, военное. Везде. Давай, брат, карты на стол. Рассказывай, кто они такие? Маркетаны, это люди, которые занимаются подвозом в армию. Ну и там, может быть, в какие-то населенные пункты. Ну и аппарарные точно знаю. В русской армии, в любой армии были Маркетаны, которые занимались подвозом всего нужного. Самое важное, что они колют животных, обдирают, и это мясо подвозят. Маркетаны у нас в деревне Паладея, которые разделывают животных, колют. Ну и не только, кстати. Ну да, не только. Но это главное в деревне. Главное еда, да. Главное, конечно, продавайте. А так все, что надо было. Иголки там, нитки. Интендантские войска? Нет, это не войска. Не было таких войсок. Интендант один. У нас дед был. Это потом пошло уже. Интендант, это значит, сапоги выдавать вовремя солдатам. Это большая разница. Маркетан, это режет. Главная специальность. Итак, значит, у меня, видимо, родители этим занимались. Прадеды. Фамилия чисто как от кузнецов, плотников, от специальности родителей. Пастухов. Такое же есть. Конюхов. Нет, это надо просто читать. Про Англию будете читать. Ну, в общем так, Сергей, давай. Это английское слово. Титут 2.14. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. 15 стих. Сие говори, увещевай и обличай со всякую властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Так, прямо. Тут если уже никак, тут батюшка надо. И батюшка ничего не сказал. Он, наверное, не знает. Какое безобразие какое. К больному не допускают. Это вещь неслыханная. Это не у мусульман, не у буддистов, никого нету. Эти люди уподобляются служителями Христа. А я думаю, что я в тот раз забирал этот матрас, потом там еще что-то привозил ей. И говорю, я зайду вам, скажите, куда она. Нет, нет, я сама спущусь. Она все говорит, ну у тебя же колени больные. А ты не догадался, что за этим? А я не понял, что она меня туда не допускает. Почему она тебя не пускает? Я не знаю. Забота о тебе. С чем это связано? С собой. Ты не думаешь, что она помешивая какая-то? С собой. С собой это связано. Только с собой. Больше ничего. С чем? С ней. С ней это связано. В ней это. В ней. Не в тех. Она говорила. Так, подожди. Она боится, что вы заразите, они больные. Это глупость она. Да, это глупость. Глупость. Она под крышкой не больным заразит. Это крышка только. А я ее спрашивал как-то, говорю, а почему Валентина Ильинична в церковь-то хоть разок не съездит? Чего она такая прям в дрова? Нет, вот она ходит. Так давайте машины тут постоянно. Прям к подъезду подъедем. Пускай сядет, тут посидит. Посмотрит братьев, сестер. Что вы, что вы, что вы? Такая прям благородная вся. Это сизельный замок у нее, заразитель. То есть она везде и всюду заразу-то рассылает. Я был у Александры Ивановны. Это Чернявская. Это она тоже маску, говорю, перестань. Весь город живет. Откуда ты взяла заразу-то? С чего ради-то? Эту маску я в сторону сел с Александрой Ивановной, она сразу затихла. Сразу. Я с ней поцеловался с Александрой Ивановной. Вот я сейчас заражу ее и все. Я ничего нету. Она обманывает. Она берет на себя грех. Да вот у нас Гали раньше она была здесь в общении. Они вместе. Вообще они очень близкие люди были. И вот она говорит, сколько пытаюсь ей это. Не пускать и все, говорит. А мы с Валентиной Ильиничной были очень близких отношений. Да, да. Скажите, в чем связано это? Конечно, не зараза. Я вот думаю, связано. Это мое такое суждение. Я думаю, мне кажется, там и порядка нет. Она боится, что заберут у нее доброе дело. Аминь. Это правильно. Заберут у нее доброе дело. Это ее мир. Она себе создала свою сказку. А зачем она создала его? Ну, потому что добрые дела не может нормально. Ни в благовестие не ходит. На занятиях спит все время, если остается. И на службе спит. А потом прикрывается тем, что она ухаживает за ними всю мощь. Ну, Марина, и тогда что-то смотрите. Почему никого не допускает-то? Чисто-чисто. Да. Ну, к ней приехала еще из Руссовска, же эта верующая тоже бабушка. И вот она за ними сдувала. Да почему не ухаживает? Почему? Вопросы. Как-то вы не можете понять. Почему помощи не принимает? Ну, ладно, я расскажу. А не помощи. А почему не пускает к ней? Она принимает помощь. То есть речь идет о людях, которые, за которыми она ухаживает, а она отрезала их от мира. Они не звонят, не звонят никуда, ничего. И теперь, что бы там ни было, никто этого не знает и пожаловаться не может. Только он с лагеря на ему устроил. Это душняк. Натуральный. Самый натуральный. А почему? Если она подписала ей квартиру, а это возможно. Теперь она уже никак не может даже вызвать. Она под строгим контролем. Никак нельзя. Вот Володя там 5-6 лет ухаживал за ним. И он человек такой, непостоянный. Друг он звонит. Больше ко мне не приходи. А уже завещание у нас лежит на Володе с Виктором Савченко. Не подходите. Почему? Вы эритики, вы неправославные. Гордеев. Да, да, да. Он там буши такие устраивал в беседах. А его урезали маленько. И он сразу поднялся. А человек-то хороший. Хороший. Но только одинокий. Ни веки, ни внуки, никого как будто не нужно. Я его знаю лет 30 примерно. Когда приезжаю к нему, он последний расстилается в Москве. Все. Готов отдать. Можно переписать. Знаешь, какой он отчаянный? Он работает на машине, перед которым не закрыта Красная площадь любой день. Только он мог иметь за... А то какая должность? А что? Водогоз копыль смывай. А нам нужно покупать было много ящиков. Он воду слил, говорит, все, оно до конца не может слить. Она там дырка какая-то. И повез нас. Мы накупили этих ящиков там по 100 катушек. Огромный ящик. И мы туда их ногами расперлись, а вода плещется. И мы только Москву видим там, где машина еще в набок. А когда разгружаться-то начали, там соседи все видят. Она, теща, его сильно боялась. Вот я приезжаю туда, а теща и говорит, Клава Ивановна, кажется, родственники Любы, жены, их дочери, приезжают. Он к себе комнату никого не запустит. А вы придете, он на полу спит, вы лежите надевать. Он последняя. Как-то надо было мне куда-то ехать, навстречу. А там мост разобрали, моста нету. Доехали в мост. Я говорю, все, тогда назад. Что значит все? Да я для вас до Каспийского моря сейчас даю, но все равно объеду вокруг. Он ни при чем не останавливается. Но при этом сатана налует. Он нашел себе учителя Осиков. Посты не надо, бриться можно, все можно делать. Все равно, ватт ни один не пойдет, все на небе будут. Это Осиповское учение. И он его, вот Осипов, это учение. А у вас то нельзя, то нельзя. Он приехал в Потеряевку. Продал в Москве дом, не свой, квартиру, которую от жены отбил, сумел сделать. И теперь в Потеряевку приехал. Утром встали идти на моряне. Он, я хочу простокваши. Я говорю, так утром-то какая у тебя простокваша? А он вот такой богатырь. Я говорю, сейчас пообедай, отслужим обеднюю, тогда дома обедать будешь. А я хочу. Я говорю, ты вчера вечером трехлитровую сглотнул. Ну и он разобиделся. Так, я хочу Потеряевку. Мы сказали, ты пьешь, куришь и материшься. А я не буду пить. Будешь. Ты курил и будешь курить. Поэтому никак. Так, а я привез два миллиона с лишним, чтобы гостиницу построить. Чтобы Потеряевки, кто приезжает, он мог построить. И Игорь как-то стоит, продает наши книги. А он его увидел. А Игорь такой, кожан, видимо, у него хороший. Он подошел и его начал материть. Так? У вас, не меня. У вас. А меня, да? Ну, Игорь. Не сразу это было. Я когда начал ему, для слова Божия, не туз, я-то не знал, кто он же. Я говорю, поглядите, вот человек, говорю, ну, не автор, а это вот его тут биография. Я говорю, различные. Он раз. Да знаю я его. Как, давай матами полы. Я говорю, вы коммунист, что ли? Как вы человека не зная? Я говорю, только коммунисты так могут материть его. Потому что, говорю, он такой, я коммунист? Давай на меня уже, короче. Ты кто? Я говорю, так, ну, все понятно, идите от себя берут. Он был, как бы, православным. Работал в КГБ шофером. Со мной познакомились мы, это давно-давно было. Я, говорит, от вас научился на 18 копеек в день жить. Он все припоминает. И однажды у него авария получилась. Живет на квартире, а бабка ему пельмени. А ему пельмени надо к кастрюлю. Ну, и стакан стоит, и он его запил. И это бабки же сделали. Уксус, вылила в стакан. И он как, лобеснул. И ничего нету. Он, говорит, выскочил с стенки, а там бетон с молоком. Он как бетон хлобыстнул, с него все, и остался живой. Это очень хороший человек. Но сатана испортил. Теперь перестройка. Куда деньги зарабатывать? Он узнал. Мормоны. Он к ним. Они ему на кон 2000 долларов, кажется. И все. Я говорю, зачем ты к мормонам пошел? Их название как блевотина, как амор, морм, морм. Зачем? Он как шарик говорит. Хорошо пахнет на кухне. Он говорит, хорошо платят. Ну ты же баптистом был. Просто, ладно, первый мормон. А сейчас Осипову перемахнул все. Осипов кидал просто. Да Осипову, он, может, не верующий. Может, масон последних степеней. В Гауцке гибрид и 80 лет сидит. Да что там может? Ты так уже просто вещая его. Ой, Господи. Понимаешь, какое дело? Так что, вот оно как. Сто процентов. Подписал и сразу закрыто. Все. А это так. Если подписано, квартира ей. Она никого не допускает. Она до смерти доведет, чтобы это было так. Она советовала. Она до внутики. Внутики она подписана уже, эта квартира. Завещание. Внуки живут самостоятельно. Она ухаживала, ей все отойдет. Внукам ей не дадут ни копейки. Ни копейки. Она подписала. И что вы на это ответите? Переписала. Может, переписала. Раиса Николаевна, расскажите, что вы на это ответите. Чем крыса? Как? Нашелся сурдолог хороший. Раиса Николаевна, послушай. Пошел, я поехал, к Виктору Николаевичу меня привел к сурдологу. Один врач, мне сильно понравился. И мне аппарат. Это в ухо как закладывать. Ухо сначала слепок сделали, там из какого-то, как пластилина. Я только беру, он прям влипает туда. И вот ему сделали такую штуку. И он стал слышать, а ему не докричаться дома. Поп, ну эти макарыч, он не слышит. Когда сделали, ну она засоряется, надо прочистить. Он говорит, засорится там, маленько шприцом. И он пришел и встретился с ним. Он говорит, ну и как? Ой, не говори, говорит. Я с этим прям как будто молодой стал. Родные, это, наверное, не нарадуются, что кричать не надо. Да что вы. За последние, говорит, три месяца, а четыре раза завещание переписал. Все возможно, конечно, все возможно. Людмила Николаевна, она действительно так сделала. Любовь-то, она в милиции работала, она знает, как это сделать. Больше там еще, там квартира. Обязательно. Другого нет. Игорь Николаевич, готов вам поверить, но пока не увижу. Ну я у него конкретно не знаю, но причина в этом. Да, ну неплохо вы придумали. Обязательно рогам ОМОНа или Зевуловича. Вам это, вам это, как Агати Кристи писать бы детективы. Вот я сейчас слушаю вас, и однозначно. Вы хоть в КГБ не служили, но как побывали рядом с ними, вы все поняли. Да КГБ мы допрашивают, а они мне говорят, ох, Игнатий Игорь Николаевич, вам бы только у нас служить. Не вербуют, ничего, только бы служить. Вы за порядком смотрите, все. Неотразимые доводы даете. Мусульманин, я аж поверил сначала. Это вообще класс. Вот интересно. Вот я по факту хотел сказать, мне трудно умолчать об этом. Я выхожу из фирмы первый раз в 80-м году, а уже знаю. Выхожу, я внимание обратил, стоит черная Волга. Надежда Васильевна с передачкой пришла. Она не знает, что меня освобождает-то. Мы прямо из-за тюрьмы встали на колени и стали молиться. Помолился, встал, этот человек подходит и говорит. Я вижу, да это же Никулин Юрий Михайлович, полковник КГБ теперь. Я говорю, я Вашей матери дал слово, что я Вас домой привезу из тюрьмы. Он моей матери дал слово. Привез, зашли в комнату, и мы сразу опять молились. Он встал, стоит. Мы помолились, так, Игнатьев Игнатьевич, я свое слово выполнил, скажите матерью. Мать вопрос здесь. А когда меня освободили, а он услышал это и говорит, я слышал, вы брали тюрьмы у Глеба Икунина, он освободился. Я говорю, да. А вы не дадите послушать? Вам не дам. Не дам. Разрешение надо, то-другое. Но интервью большое, 16 часов интервью брал. Это, кого спроси, я не знаю, две полные кассеты. Ну а как мне прослушать? Я говорю, только магнитопон тащите ко мне на работу и тут сидите. Я сказал, ляпнул, а покаялся потом. А когда люди разойдутся, я все закрою и лягу спать. А тут как ляжешь, он на моем месте сидит? Как слышишь? Сыноч, сидел, слушал. Да, здравствуйте, я умаялся, как на службе сплю. Я утром подхожу, и он собирается, согнал, машина подъехала. Я говорю, и что? Великий мудрец. Он послушал, конечно, не от советской власти шла. Вот представьте, приехал тогда Рейган, президент США. И сказал мне, Глеба Якунина, Глеба Павловича, встречу устройте. Ему сразу звонит, Глеб Павлович, так и так. Какой разговор? Он сразу приходит, бутылку на стол, водки. Гляжу, налил полный стакан, а выходи, пять минут осталось ехать. Президенту США, он тут уже полный стакан выпил, мы сразу с ним сфотографировались. Это фотография так у нас в книгах даже осталось-то. Ну, видно, что осоловелые глаза-то. Я говорю, что, а пусть наших знает русских президента США. Ужас. Умница. Вот в жизни как бывает. У меня КГБ самое хорошее воспоминание. Они поставили знак, где людей убивали буквально. Меня не трогали. Отойдите в сторонку и меня... Иди, отец, посчитай там журналы. Вот так. Ну, и притом я ничего не обещал, не делал, но они увидели. А он уже не работал. Когда я вернулся, он пришел мне книги покупать. И мне говорит, я когда пришел и узнал, что вы уже в разработке были, и вас арестовали, я говорю, дураки. Кого вы взяли? Это он вам что сделал-то? И говорит, ну согласитесь, у вас, говорит, тоже дураков хватает. Я говорю, Ир Михайлович, конечно. Вот как. Какие у меня... Это интеллигент в самом высоком смысле. А все-таки это... Кадыров интервью... Вчера берут у Кадырова большое интервью. Ну и говорят, а вот вас везде запретили в Евросоюзе, американцы там везде. Как вы, вам это, ну, нравится или как вы... Апетит пропал. Он такой идет, хэ, хэ, ну как? Знаете, когда враги тебя боятся, когда они тебе такое уважение... Что не пускают. Что не пускают. Это, знаете, у меня даже как-то радостно. Губы в одну нитку вытянул, как Рамзан Кадыров. Я же, говорит, воин, меня должны все бояться. Я воров поймали, там у нас потерявят, а я их на место ставлю. То есть сразу подписали. Ой, Ирна Тихонович, как Рамзан Кадыров, он любит воров наставлять. Люди приехали оттуда, из ИГИЛа, убить. Всех поймали. И он стоит перед ними, и родители тут же плачут. Вы меня убить, скажи, за что меня хотите убить? Мечети не хватает, идите молитесь. Стали лучше жить, лучше. Родители пенсию не получают. И он стоит, а ты лукавый. Вчера только говорил так, а сегодня так. За что? Ну, назовите, чтобы друзья исправился. Нету ничего. А родители там хлюпают все. И я вас никак не накажу. Да он христианин настоящий. В данный момент. Ну, на такую, да. Если бы где-то попали ИГИЛовцам, кто хотел их убить, да они бы шагу не дали, тут же башку отрезали. Конечно. Мы у него были там, что интересно, там охрана не пройдешь. А на машине едем, проехали всю охрану, и они то ли не поняли, то ли еще доехали почти вплотную. Подходим в последние уже. А вы к кому? К Рамзану, Ахматовичу. А как вы сюда проехали? А там тоннелями, едешь к нему, там вообще не пройдешь никак. Бетон один. Ну, пропустили. Они что-то позвонили. А зачем? Ну, книги подарить ему, у нас хорошее отношение с ним. Так. Вызвали там секретаря и к нему. Мы отдали, они там с нами. А в это время дождь пошел. Не дождь, а ведро просто опрокинутое. Вот так вот по дороге все это смывает идет. А мы у них там сидим. И у нас заснято все. Я уехал домой, а потом от него, ну, видимо, секретарь написал, а главы Чеченской Республики благодарность. Книги хорошие, то другое. Ну, мы их передаем в Павловский собор. То есть ему когда надо читать, он будет ходить в Павловский собор и брать. Да уже неплохо. Ну, да, пойдет. Ну, православность же, в общем-то, правильно. Хорошие воспоминания о хорошем человеке. Давай. Титут 2.15. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Толкование. Сперва говори и увещевай, то есть учи более кроткой речью, а потом обличай, и не просто, но со всякой властью, то есть настоятельно и властно. Не просто промямлялся. Сейчас, дайте кофелакту. Так как они были грубы, то он предлагает против них строгость. Есть пороки, которые не нуждаются в строгости, а только в увещании и убеждении. Как, например, чтобы совершенно презирали деньги. Но есть и такие, которые нуждаются в строгости, как прелюбодеяние, воровство, хищничество, волшебство. Пусть никто не презирает тебя, благовременно и строго обличающего. Ибо кто строго обличает, но не своевременно, того более презирают. А у нас наоборот, батюшка хороший, батюшка хороший, никто ничего не говорит, это как бы смотрит сквозь пальцы на грехи. Значит, он хороший, на который обличают злой какой-то. В Юргу приехал, не Новосибирск, Кемерово, ну граница Новосибирска, Кемерово, и там в храм сходить хочу. О, говорит, у нас там такой хороший батюшка, такой, я говорю, а чем он хороший? Он 45 минут крестит, покурить некогда. Вот, говорит, ходит вокруг этой купели, там ходит, ходит. Ну, молодец, хороший батюшка, все вычитает, что там у него, наверное, есть. Покурил, говорит, вот так вот, забежал к нему и стою уже, аж уши опухли, говорит, цонок. Я говорю, ну вот это у вас критерий, хороший батюшка. Пошел к хорошему батюшке. Два этажа, и на втором этаже бар у него. Бар, такие высокие, высокие стулья, знаете, вот как для бара, на трех ножках. Забираешься туда вот так с ногами, как курица на насец. И он так говорит, я подошел, говорю, благословите, отец. Он благословил меня. Я говорю, он говорит, ты откуда? Я говорю, я оглашенный, говорю, с Барнаула. Он так на меня посмотрел. Ну ладно, что ж, пойдем со мной. А, Христос воскресе, там еще было Христос. Троекратно процеловались с ним, все. Он меня раз к бару к этому, садись. Сейчас я куличом угощу, все, как должно. Я такой на стул забыл. Я залез на стол, он тоже залазит там рядом. И все тут раз, подносят там чай, все. А ты это что оглашенный-то? Я говорю, ну вот к окрещению готовлюсь. В общине отца Якима Лапкина. Ну знаете, наверное, там Игнат Тихныч, брат его, вот он, миссионер такой. Короче говоря, он с этого стула падает. Грохот стоит, он металлический стул-то этот. Я сам отпрыгиваю, тоже чуть не подскользнулся. Хорошо, спина-то это нормальная была. Этот стул взял, вот так стою на него, смотрю, вон. Изыги, сатана! Добрый, батька! Я вытянулся в струнку, говорю, а что вы меня так окрестили-то, я не понял. Вы, наверное, Игнат Тихныча знаете, и знакомый с ним. Вон, пошел вон отсюда! Но я со ступенек туда сбегаю уже, все. Я остановился, так посмотрел на него, вон. Подожди! Постой! Я встал. Что такое? Да коли вы будете Матерь Церковь раздевать? Да коли! Ну скажи, ну кто ему дал право это вот все говорить-то, что можно? Я говорю, ну кто дал, говорю, Христос дал право ему, он же верующий. Я говорю, вот почему вы троекратно не крестите полным погружением? Что? Вон отсюда ты что-то стоишь еще? Рогнали как последнего шелудивого пса. Отец Геннадий Фаст, а там он Генри Генри Хрэйч Фаст. Ну приехал, встретился с Александром Пивоваром, который его потом и окрестит. Дождался, выходит священник. Ну я говорю, думаю, как войти в доверие-то, я ему рассказываю, кто я потом говорю. Я Игнатия Лапкина хорошо знаю, он от меня отшатнулся сразу. Я додумал, что он меня так и примет, а он меня сразу отстранился, а он узнает. Димитрий. А этот Димитрий станет потом Сафронием, темеровским епископом. А вот когда вы были в этой иконе-то Карабенниковской, там Роман, отец Роман вышел. А у нас там много было людей. А мы на улице. Он вызвал майор милиции и приехал. А мы в деревню обошли. 40, сколько мы? 450 Новых Заветов раздали только. В деревне вообще ничего нет. В праздник приходит, это, в воскресенье 6 человек, а монахов 7. Как в потеряевской школе. Три учителя, два ученика. И он только ходит, а Малисоня, ну еще дальше-то. А еще нет. Мы на улице стоим, а он стоит. Игнатия Игнатия, я прошу, уезжайте скорее. Я говорю, как гадаринские хозяева. Прям скорее, Господи, уйди от нас. А то сведи ваши пропадут здесь. Вот они бывают такие. И ничего не сделаешь. И с ними надо работать. А как? Ну не знаю как. Ну не бить. На работу я пока собираюсь, а у него уже все по-другому. Отец Дмитрий пошел на службу. Пасха, пасхальную ночь. Приходит домой, жена мертвая лежит. Пасхальную ночь. Человек начинает задумываться, смотреть, спрашивать. Это жизнь. Это не просто, вот он сказал, сказал и поп повалился. Так это сколько таких? Ну много. Краснодарский край и Красноярский. Какая разница? При одном слое в обморок падают. Я говорю, есть иеговисты на нем, ну, светили иеговы. То есть светили, сторожевой башья. Наседают. А я им стал говорить. И что-то они его спросили про меня. Он говорит, да, я знаю. Так они близко сейчас ко мне, говорит, не подходят. Другой звонит из Хабаровска. Точно такая же картина. Я там не был. То есть я был, но с народом не встречался. А почему Бог делает так? Еще, говорит, мы не вышли, а уже противник белый флаг вывешил. А мы со Славиком здесь пошли со вторым томом. И Славик взял второй том. Я говорю, ты заучивай наизусть. Я говорю, что ты со вторым томом носишься, как ученик-пионер? Ничего, пускай супостаты знают. И пришли к иеговистам, когда у них там целое собрание было. Ну там это, попросили выступить на стадионе. Они так нас смирили взглядом. Давайте с вами отойдем, поговорим. Отошли. И вот они там со Славой человек пять раз говорят. И со мной. Я говорю, Славик открывает им книгу, а эти со мной-то беседуют начали. А потом, а что у него там за книга? Я говорю, да это, ну как правильно беседовать с сектантами? Я говорю, книга, это Игнатий Лапкин, говорю, это выпуск его. Они, что? А ну-ка, подбежали туда что-то им раз-раз-раз. И нас прям вытолкали оттуда вместе с этой книгой. Я говорю, Славик, ну какого ты рожда вытащил эту книгу? Говорю, побеседовали хоть с мужиками? А так, говорю, сразу все козыри выложил. Даже не дал заикнуться. И отделенные баптисты тоже. Точно так же. Но сейчас не знаю. Иральиховцы объявили, там всем свободно дается слово. А я прошел. Мне говорят, 28 человек вышло сразу. И они меня близко не стали подпускать. А занятия вели в этом корпусе сельскохозяйственного института на Кушпинской прям рядом. Я там экзамены отдавал в институт. Вот Бог навел страх. Даже не встречаешься. Но не злобные. Когда были в церкви Христа, строительными техниками, там пришли к ним. А я пришел, тогда у меня черное было облачение. А там у них инвалид с одним глазом и без одной руки, еще и хромой на костыльках. Какая фамилия? А я сейчас помню. И он на меня как набросился, этим костылем, короче, дайте ему сейчас... Я говорю, вы же это вроде как христианами себя считаете. Вы что такие злобные-то, я говорю. Я говорю, он недаром, говорю, Господь ему глаз, рука, еще и хромой. А представьте, если бы он в силе был. Он бы, говорю, я говорю, тут даже на пороге бы не появился. О, это у нас, говорит, он грозный. Такой, говорит, суровый, говорит, вообще, брат. Все. Сейчас спрашиваю, это в музее там с Мариной работает Наташа. Я говорю, там вот такой у вас брат-то был, она помер, помер, говорит, все. Я говорю, от злобы, говорю, помер. Я говорю, на меня кидался она. А я помню, помню, я помню, как вы приходили, говорит, беседовали там. Вон костылем махал. Мне кажется, на дому у него был Бажан фамилия, Николай. Именно... Похоже? Инвалид, да? Да, конечно. Да, она, скорее всего. И жена у него такая, как будто. Ну, я не знаю, со мной он был очень хороший, ласковый. Они много рассылали, материалы рассылали, там вот это, печки, лавочки, кажется, что-то у них там было. И даже мой какой-то материал напечатали. И они много-много конвертов, этих толстые конверты посылали. Я когда был у него, он такой радостный всегда был. Если это тот самый. Я спрошу фамилию Ниндону. Да. Бажан фамилия, Бажан. Бажан, жил. По-украински, наверное, это что? Тетя Алла говорит, живой. Жил такого? Ну, он, это, как моего возраста или старший? Он лежит, как он делал, его не определи, что за возраст его. А, лежит? Лежал. Нет, ну, тот-то не лежит. Тот-то живее всех живых был. Алла говорит, он живой. А? Алла говорит, он живой. Бажан живой? Живой. Это даже не тот, другой. Хороший человек. Так и он же, наверное, баптист, да? А эти-то церковь Христа, конкретно. Это не баптисты. Это другие сектанты. Не церковь Христа, а под именем церковь Христа. Ну, конечно, они так себя называют. А мы там с ними когда ходили, встречались, и там один у них был, там же у них как старейшины, ну, как совет старейшины, там один брат был, Саша. И он все вопросы задавал мне о православии, все. Когда проходили наши собрания, эти, ну, как мы там, беседы, он после этого всегда беседовал с нами. И он в православие перешел, сейчас, говорит, в монах. Это Надежда Васильевна мне сказала, она тоже участвовала. Говорит, все, говорит, уже там, говорит, монах, дьякон. Вот говорит, знаете, я 18 лет вел занятия в техническом университете, а до этого в АГУ, Алтайские государственные, гуманитарные-то. И как только заходить, и направо сразу тут, и там кабинет какой-то, я заходил, там черепа, черепа человеческие. Я познакомился с ним, заведуясь-то, кафедра антропологии, наверное, или кафедра, или какое-то. Но я ему говорю, а вы зачем вы делаете там? Этого нельзя делать. Прикосновение к мертвым оскверняет человека, а потом вы тревожите, и вам это не надо делать. Анатолия звать, это я точно помню. Но потом я не был, он внимательно меня слушал. С чем-то лицом, похожий вот на Никиту здесь, Армандо, работает. Потом проходит время, я зашел, а где он? А мы поговорили с ним. Так, а вы не слышали, что с ним взялось? Я говорю, нет. Так, он от всего отказался. И ушел в православие. И там немножко побыл, сейчас монахом стал. Проходит какое-то время, он там с химонахом. А потом вроде бы был там Авде какой-то, вот такой вот, Абатфей Авде. Вот так его переименовывали. И у него случилось, храм сгорел. А он знаком с отцом Павлом. И тот не знает, что делать. Без храма остался. И вот этот Максим Жущин, Дмитрий Фепископ был там. И они ко мне пришли на дом. И вот, представь себе, ему никто ничего. Тот угрожает, построй храм. А я при чем здесь? Еще надо делать. Я его спрашиваю, уже не называю по имени. Скажите, а у вас там друзья были? Меня все любили, говорю. Такие отношения хорошие. Тебе жить-то есть где сегодня? А то у меня нары, то есть, прости, я говорю, в палате есть. Ну вот, пожалуйста. Да нет, у меня есть. Теперь собирают 2-3 человека. Да почему я могу всех собрать? Начинаю вести занятия. Когда люди будут обращаться к Богу, вы будете иметь средства, и тогда будете строить храм. А пока на дому собирайтесь, молитесь. Все, приехали с вами, да? А вы назначите встречу на полчаса попозже. Нам так не хватает вас, когда будем молиться. А сколько осталось? Четыре минуты. Так а четыре минуты осталось всего. Давайте помолимся. Галя, помолимся? Где ж на месте? Давайте. Давайте. Достойно я сяково истинною, Вложите в Богородицу, Присоблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истинния Бога Слово родшую, Сущую Богородицу тянем и чаем. Господи, милостивый Создатель, Прими нашу молитву и воздияние рук, Как жертву и вечернюю, Благоухание приятное перед престолом, Благодать Твоей, О, Владыка неба и земли! Мы просим, Соединяй нашу молитву с молитвами всех святых, Молящихся на небе и на земле. Боже, всемогущий, любящий Отец наш Небесный, Услыши молитву всех, Кто молится о нас во благо нам, И прими нашу молитву, О, Зиждитель, Охранитель нашей жизни, О всех, Кто заповеданно молиться о них, Спаси их и помилуй. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ей говори, Господи, Владыка, Слушайте да слышит раб Твой. Аминь. Аллилуйя. Спаси Христос. Видишь, как хорошо. Тарасий, Тарасий, возьми этот рисунок, перерисуй себе. Лище, даете нам? Попробуй научиться вот так же, таким же манерам. Видите?